Привет! Чуть позже мы передадим большой привет, большой горячий привет Кличко и его команде, а также киевским СМИ, как обычно. А пока что, вы знаете, я не впервые встречаю такую ситуацию, когда дети покидают родителей и уезжают куда-то там, или от войны они бегут, или они бегут от безработицы, куда угодно там они. Убегают по любым причинам, очень часто оправданным причинам, а потом забывают о своих родителях, которым нечего есть. Буквально нечего есть. Бывает, знаете, что очень маленькие зарплаты у людей, реально очень маленькие. Бывает, что еле сводят концы с концами, бывает, что просто еле-еле тянут. Но в любом случае, какую-то пятую часть эти люди могли бы отделять от своей очень скудной зарплаты, если они получают 100 долларов, то хотя бы 20 долларов посылать своим родителям. Я думаю, что это было бы очень правильно, потому что если родители себя более или менее чувствуют, это одно. Но когда у них скрутное становище, очень, и когда им буквально там нечего есть, то я думаю, что это было бы очень правильно. Но это лично мое мнение. Ольга Николаевна, 87. Хватает меня, хоть все дорого, но я же старый человек, хватает. А я сама западная родом. До дома я иду в служение, а я тут живу. Я всегда молюсь за церковь, за страну, за правителей, за город, за начальствующих, чтобы все было во славу Богу, чтобы мир был, чтобы мы любили друг друга, чтобы не было вражды между нами, народами. Самое главное – любить Бога и ближнего своего. 82. Ну, что теперь делать? Такую пенсию получаем, что мы хватаем. Я в церкви пою, и меня там кормят, и дают. У меня сын есть, внуки есть, невестка. Они въехали в Россию, потому что четверо детей, они боялись жить здесь. Спасибо, Господи. Так, а зачем это? Спасибо, дай им Бог здоровья. Как их гладить, хоть я буду молиться за них все время. Я же каждый день молюсь, и в церковь ходу каждый день. Это вы остановили машину, чтобы со мной поговорить. И Господи тебе, зайка, спасибо. Надя, 86. Какие там продукты? Я же никуда не ходю, глазами не вижу. Что я там кушала? Картошку в штанях. Уже на кладбище надо. И зачем? А зачем? Ой, моя дорогая. Ой, где ты взяла? Спасибо, спасибо, дорогая. До свидания. До свидания.